Да, Виталий, спасибо большое за подводку. Мне вот сейчас очень хочется ответить и рассказать, что я вам сейчас расскажу сказку, как было, когда-то давным-давно, но такого уже нет. Но я думаю, что если бы тема на самом деле не была актуальная, мне бы не позволили с ней сегодня выступить, к сожалению. Отдельное спасибо на самом деле вот Михаилу, он сегодня затронул одну такую вот вещь, спецконфискация. Я не знала, где мне сегодня ее в докладе будут упомянуть. Вы сегодня просто сделали действительно очень прекрасный реверанс. К сожалению, на самом деле просто спецконфискацию мы, например, с коллегами на сегодняшний день расцениваем как рейдерство в будущем на государственном уровне, но легализированное. Тема действительно актуальная, небольшой экскурс я все равно проведу. Я думаю, что с рейдерством мы о нем все слышали. Кто-то из коллег его проходил, сталкивался, он работал вживую. Кто-то из бизнеса, ну коллеги рассказывали, компаньоны, партнеры и так далее. Кому-то повезло, он только в прессе читал. Как у нас было раньше, с начала 90-х. Там было все очень просто. Пришли на предприятие, сломали нос к директору, забрали документы, подделали протокол и переписали на себя. Где-то, наверное, вот с конца 90-х, там начала 2000-х, мы уже подключаться стали, чего уж там говорить, юристы, адвокаты. Начали появляться у нас судебные решения, не всегда справедливые и правильные, но тем не менее, некая форма легализации этого процесса уже была. Кто помнит, вот 2008-2009 год у нас начались процессы, направленные, наверное, все-таки на приведение нашего бизнеса в какой-то цивилизованный порядок. Да, вообще уже перестало быть модно говорить рейдерство, да, мы все говорили корпоративные конфликты. И вот с того периода, вот как раз, вот, Виталий, вот в отношении вопроса, наверное, по тенденциям, да, наверное, вот где-то 2008-2009 год у нас были вспышки, а потом как-то все притихло на какое-то время. Более того, наверное, там, период 10-11-12 год, я бы вообще не стала называть его рейдерским, я бы скорее сказала, это давление на бизнес через уголовные дела. Как такового рейдерства, например, в моем понимании не было. Но, тем не менее, последний год, этот год уже показывают, что у нас все эти явления, они возвращаются. И сегодня, собственно говоря, вот даже в самом начале, при открытии, да, даже упоминался кейс Амстора. Я думаю, что достаточно яркий пример. Житомирский ласащий. Мы все читаем прессу, мы все это видим и слышим. Я бы сегодня хотела акцентировать внимание, наверное, на тех тенденциях, последних, и, возможно, где-то дать какие-то осторожные прогнозы, по крайней мере, на ближайший год. Дальше прогнозировать даже боюсь. Чем мы отличаемся на сегодняшний день? Мне очень жаль, что нас покинула госпожа Батвин. Я думаю, что она бы смогла прокомментировать отчасти. Что мы видим? И по нашим клиентам, вот коллеги рассказывают, рассказывает бизнес. Огромное количество черного пиара, которое еще подкреплено некой позицией неких гражданских активистов. Анализ, вот, наверное, последних эйдерских захватов показывает, что этим захватом предшествует черная компания, запущенная, с целью показать, что бизнес, который атакуется, он либо пророссийский, либо там в прошлом принадлежал семье, либо были какие-то еще страшные нарушения, из-за чего пострадал Майдан и так далее, и тому подобное. Более того, я скажу, что, наверное, в 99% ничего общего с правдой эта информация не имеет. Но вот это те тревожимые звоночки, которые бизнес должны насторожить. По своему опыту могу сказать, при последних рейдерских захватах очень активно в качестве оппонентов мы видели формальных активистов. Я думаю, что вот коллеги, мне даже интересно, если есть такие еще, кто попал ли в такие вещи, поднимите, пожалуйста, руки, мне приятно будет знать, что я не одна. Кто сталкивался в заседаниях с а-ля правым сектором, активистами, транспарантами, не за тех Майдан стоял? Если вот у нас еще все-таки в зале есть судьи, я попрошу потом отдельно после моего выступления, в счет моего выступления прокомментировать. На самом деле вещь достаточно неприятная. Кто сталкивался, тот знает, что в этот момент, наверное, внутри происходит некая какая-то вспышка гнева, и первая реакция, как бы, что происходит. Мы, собственно говоря, в рамках судебного заседания разбираемся и не трогаем темы, которые являются, ну, по сути, политическими. Тем не менее, действительно, эта вещь происходит. Кто сталкивался с силовыми захватами, знает, что уже даже не модно говорить тетушки. Ну, тетушки у нас не принимают участие уже в рядских захватах. У нас сплошные батальоны, правые секторы. Вот у меня в зале присутствует сегодня мой коллега. У нас перед Новым годом была комическая ситуация. Ну, это хорошо, что она закончилась комически. Когда мы дружно сидели в одном, скажем так, в учреждении и ждали товарища следователя, поскольку, ну, по сути, из-за того, что захватывался клиент, было захвачено. Это некое государственное учреждение. И у нас, собственно говоря, в какой-то момент завалилась группа товарищей. Когда мы задали вопрос, а кто вы вообще? Они говорят, правый сектор. Я говорю, простите, а вы за кого? А вы за кого? И вот, знаете, стоим друг друга, смотрим. Опасное достаточное явление, поскольку, естественно, такие, когда привлекаются такого рода активисты, происходит манипуляция общественным мнением. Этим очень хорошо, на самом деле, ну, сегодняшний день пользуются пиарщики, зарабатывают. Ну, эта работа, она вынужденная. Кто-то отбивается, кто-то нападает. Поэтому, если где-то вы видите такие моменты, которые касаются вашего бизнеса, это может быть в том числе и тревожным звоночком. Слабые места, лакомые объекты. Они стандартные, у нас, по сути, ничего нового не происходит. Это корпоративные права, недвижимость, слабым местом всегда является менеджмент через его подкуп, лицензии, торговые марки и патенты. Пару слов, наверное, скажу о способах и методах рейдерских захватов. Особенно я, наверное, сконцентрируюсь на корпоративных правах, потому что все остальные способы, они у нас изложены на слайде. Здесь ничего нового нет. Корпоративные права. Прошлый год показал, что у нас возвращаются грубейшие правила нарушения подсудности и подведомственности споров. То есть у нас, я прошу прощения, если кого-то обижу, но назовем это так, когда у нас там северодонецкие суды в Донецкой области выносят решение по предприятиям в Закарпатье, ну, с такими вещами, на мой взгляд, мы перестали уже сталкиваться где-то в 8-9 год. На сегодняшний день это возвращается. Возвращается подделка судебных разрешений, возвращается подделка документов. По корпоративам, опять-таки, попрошу коллег прокомментировать, если кто-то уже сталкивался. Комментарии, я думаю, оставим на обеденное время с учетом лимита времени. Будет возможность у коллег за обедом переговорить и как раз обсудить соответствующие моменты. Хочу поставить, почему так вот призываю к комментариям, очень беспокоит новая редакция закона о госрегистрации юрлиц. То есть на сегодняшний день мы уже живем с принципом экстрит-реальности. Это означает, что в любой точке Украины могут производиться регистрационные действия в отношении корп прав предприятий. Более того, у нас ведь расширился и субъектный состав. Раньше предприятия, которые беспокоились за свой бизнес, всегда знали своего госрегистратора. Поздравляю с Новым годом, с днем рождения и так далее. На сегодняшний день, по сути, этот человек уже перестал быть единственным держателем информации и единственным человеком, который может что-либо сделать с предприятием. Спектр достаточно расширился. На мой взгляд, очень опасливое ощущение. Я думаю, что в ближайшее время у нас будут какие-то рейдерские захваты по Украине, которые будут в том числе возможны благодаря этой новой редакции закона. Но, опять-таки, по моим ощущениям, через какое-то время эту редакцию закона поменяют, когда 50 самых вкусных, лакомых куда-то уйдут. Как с этим бороться, честно говоря, тоже до конца понимания нет. Будем отслеживать ситуацию. Я думаю, что здесь нужны комментарии Ниньюста в том числе. По стратегии, тактике защиты. Я не буду говорить самые банальные простые вещи. Да, для этого нужны финансы, юристы и силовая поддержка. Но хотела бы обратить внимание, в первую очередь, на пиар. И, наверное, не пропускать те тревожные звоночки, о которых я сказала с самого начала. Если вы видите, что компания подвержена атаке, в том числе со ссылкой на то, что это российский бизнес, и вообще это жулики и бандиты из предыдущей власти и так далее, я бы советовала не запускать ситуацию, а сразу же подключать пиарщиков, которые будут выбеливать ситуацию, или хотя бы преподносить мнение компании по этому поводу. Просто так игнорировать эти вещи нельзя, поскольку, как уже показывает практика, в дальнейшем очень тяжело потом объяснить обществу, что на самом деле на вас нападают, и на самом деле, по сути, вы подвержены атаке со стороны рейдеров. И пару моментов хочу сказать по поводу тотальной зачистки уже после того, как у нас рейд закончился. Очень мало кто на это обращает внимание. На самом деле, это вещи, которые нужно проводить, в том числе и в медийном плане. Могу сказать, вот прошлогодний опыт показал, вот, скажем так, один бизнес не провел такую тотальную зачистку, и в медиапроста, и в том числе. Вылилось это все в то, что при продаже компании в рамках бюдила, ну, скажем так, показатели компании значительно упали, поскольку потенциальные инвесторы увидели эту всю негативную историю. С этим необходимо работать. Если есть какие-то вопросы, я думаю, что мы во время обеденного перерыва пообщаемся. Спасибо, Елена, спасибо большое.